Итак, всем привет! Сегодня 26 августа, осень, очень быстро подбирается к нам. Сегодня уже 18 градусов и днём обещали дождь. Но, несмотря на это, я решил не сидеть дома, не тратить этот день зря. А сегодня мы едем в очень интересное место, которое мне посоветовали в комментариях. А сегодня мы едем к Рыбинскому водохранилищу. И будем вместе с вами искать заброшенную базу отдыха. Поэтому, если вам нравится гулять по подобным местам, если вы тоже любители побродить по заброшенным местам, то не выключайте это видео. Мы отправляемся в какие-то непроходимые дебри около города Рыбинска на заброшенную базу отдыха. Ну что же, наконец-то дождик вроде как кончился. Я надеюсь, я смогу нормально дальше продолжать съёмку. Нахожусь в городе Рыбинске. Вот мы подъехали к какой-то гидроэлектростанции. Сейчас нужно будет нам через неё проехать, потому что дорога идёт прямо через неё. Тут уровень воды намного выше, чем вот здесь. Значит, когда вода течёт, видимо, вырабатывается электричество через эту дамбу, когда она протекает. Я очень надеюсь, что дождик кончился, потому что ехать под ним вообще не круто. И вдобавок ко всему я ничего не могу снимать, чтобы не рисковать камерой. Какие-то рельсы тут у нас проходят. Не знаю точно, что здесь ездит, или, возможно, раньше что-то ездило. Дороги в городе Рыбинске просто отвратительные, если честно. Особенно, когда эти улицы для вас незнакомы, и вы едете по ним в дождик, вообще нифигища не видно, то это, конечно, становится просто вдвойне неприятней. Сейчас мы должны заехать в какой-то, видимо, посёлок. Пригородный. А из него мы должны свернуть на загородную дорогу, которая будет идти просто по каким-то дебрям непроходимым. Там только леса, леса и ничего больше. Такие вот остановки, как бы просто лавочка и крыши нет. Если дождик, извини, не повезло. Итак, еду вдоль какой-то промзоны. Никогда я здесь до этого раньше не был. Справа у нас, значит, промзона. Слева у нас обычные дворики с детскими площадками. То есть дети прямо привыкают с детства глядеть на промзону. Страшный чувак с накрытым лицом и с косилкой. Сейчас мы выйдем из этого посёлка. И у нас будет очень долгая дорога через лес. В котором и будет находиться наша заброшенная база отдыха. Я не знаю, какое там качество дороги будет у нас в лесу. Думаю, что не очень хорошее. Но я надеюсь, что я смогу добраться. Ну что же, мы с вами наконец-то заехали в лес. Это наша, значит, финальная дорога, которая должна прямиком привести нас к заброшенной базе отдыха. Хочу поблагодарить анонимного зрителя, который посоветовал мне сюда съездить. Потому что если бы он не написал мне про это место, то мы бы с вами здесь просто в жизни бы никогда не побывали. Я уже обрадовался то, что дорога будет хорошая, но нет. Дорога, конечно же, превратилась в полнейшее дерьмище. Нельзя же просто так поехать в заброшенное место и доехать по клёвой дороге. Ну что же, по крайней мере, радует, что чем дальше я уезжаю, тем меньше машины людей мне встречается. Это как бы нам дарит надежду на то, что там мы не встретим ненужных гостей и сможем спокойно погулять и всё поснимать. Что же интересно здесь делает скорая помощь? Это как-то не обнадёживает. По-моему, отсюда все только валят. И только я один еду в ту сторону. Но согласитесь, зато прямо чувствуется дух приключений. Так бы мы по отличной дороге доехали бы тут за 10 минут. И всё. А здесь прямо вот чувствуется, что мы забираемся в какую-то жопу, куда бы вообще среднестатистический человек в жизни бы не поехал ради какого-то заброшенного санатория. Едем куда-то в неизвестность. Я чувствую, что ближайшие полчаса мне придётся тошнить со скоростью 15 км в час, пробираясь по этой раздолбанной дороге, покрытой песком. Так что, когда доберусь до места, снова включу камеру, и мы продолжим. Посторонним въезд и вход запрещен. Частная территория. Осторожно, клещ. Вот это самая, конечно, надпись, которая, наверное, никого не напугает, то, что там какие-то клещи. Вообще, я бы, конечно, в жизни не полез туда, но если уж в интернете все пишут, что она напрочь заброшена, то давайте попробуем. Забор у нас, к счастью, вообще невысокий. Всё разрушено ко всем чертям. Вон уже весь забор начинает разваливаться. Но в любом случае шуметь, я думаю, не стоит. Смотрите, тут у нас заросшие плакатики информация. Какая-то информация тут когда-то была. Я надеюсь, мы сможем попасть в какой-нибудь корпус. Какие-то рисунки, узоры. Что это вообще такое было непонятно из-за деревьев. Все стёкла всё ещё целые. То есть, ну, каких-то прямо глобальных нашествий вандалов тут, видимо, нету. Которые бы громили тут всё, что ни попадя. Всё уже зарастает лесом везде. Вся территория уже практически сплошной лес. Так, внутрь какие-то стулья стоят. Хотелось бы, конечно же, попасть вовнутрь этих корпусов, посмотреть, что там. Смотрите, уже деревья растут на балконах. Ё-моё! Да, уж снаружи эти здания выглядят как-то намного поприличнее, чем внутри. Течёт крыша, всё отсырело. Тут, судя по всему, когда-то была столовая в этом зале. Ни хрена себе, куда нас занесло. Смотрите, ещё остались какие-то стулья. Парочка столов. Мраморный пол тут когда-то был. А сейчас тут уже мох растёт от сырости, смотрите. Ё-моё! Да, дома приходят просто в полнейшее запустение. Смотрите, а тут у нас территория кухни. Ни хрена себе! Все плиты, всё ещё на месте. Правда, всё уже покрылось просто вековой ржавчиной. Но, тем не менее, всё здесь. Сюда не набежали какие-то расхитители металлолома. Не сдали всё это в утиль. Всё оборудование на месте. Тут когда-то трудились повара. Растёт мох прямо внутри помещения. Ржавчина просто адская. Сожрала уже все эти плиты. Они уже, конечно, никогда не будут работать. Ну что, давайте пройдёмся в другую сторону. Посмотрим, что там. И спустимся на первый этаж. Прогуляемся по нему. Ещё одно помещение. Тут, видимо, тоже когда-то ели. Может, ещё остались какие-нибудь таблички. Приятного аппетита! А здесь что у нас? Малый зал. Смотрите, тут когда-то раздевалка была. Ёлки-палки. То есть люди входили вот через главный вход. И здесь сдавали одежду свою. Тут им давали номерки. Какая-то тётенька тут всё развешивала. Но сейчас тут уже десятки лет никого нету. Просто эти здания стоят сами по себе и гниют. Тут, видимо, был паркет. Но от него уже тоже ничего не осталось. Бар. Это был бар. Смотрите, куча умывальников. Тут когда-то, видимо, люди мыли руки перед тем, как отправиться в столовую. То есть даже все умывальники ещё на месте. Ничего не битое. Где мы? Мать твою. Мать твою. Ну мы в огромном зале. Я не знаю. Вам, наверное, сейчас ничего не видно. С потолка везде капает вода. Но мы с вами находимся в огромнейшем зале. Тут когда-то проходили какие-то концерты, выступления. Ёлки-палки. Это просто невероятно. Охренеть. Просто охренеть. Смотрите, пианино стоит тут. Всё закоррозировало. Уже клавиши даже не нажимаются. Вообще клавиши не нажимаются, как на клею. Там внутри, походу, всё сгнило намертво. Да, везде коррозия, всё течёт. Комсомольский прожектор. Капе. Мы за кулисами. И тут есть лестница на веру. Не упустим, я думаю, возможности. Я думаю, вам тоже нравится, куда мы сегодня попали. Я вообще просто в восторге. Дорога определённо была проделана не зря. Да просто 200%. В принципе, мы куда-то поднялись, но здесь ничего нет интересного. То есть делать тут нечего. Ладно, всё, спускаемся отсюда и идём исследовать следующее здание. Я думаю, во все домики мы с вами сегодня попасть не сможем. Всё-таки тут всё закрыто, поэтому если кто-то не позаботился и не сделал лазейку для нас, то крушить мы здесь определённо ничего не будем. Итак, один из домиков оказался открыт. Нифига себе. Нифига себе. Библиотека этого заведения самого. А тут, походу, у нас есть само здание библиотеки. Куча книжек всяких певцы советской эстрады. Это доминная печь. Одному из лучших читателей библиотеки Симаченко Лидии Павловне. В честь праздника. Библиотека клуба. Всё, естественно, советское, доисторическое. Среди гор. Пути в Незнаемое. Гоголь. Пьесы. Толстой. Новый мир. Какой-то 83-й год. Богдан Чешко. О, боже мой. В общем, всё сейчас перед вами. Тут ещё есть старинные журналы. Что это такое? Сельская молодёжь. 83-го года журнал. И, видимо, перед нами очень модный парень на то время. Работница. Журнал для женщин семьи 92-го года. Вот, видимо, один из последних журналов, которые тут были 92-го года. После чего, собственно говоря, эта база уже не функционировала. Сбереги природу, человек. В общем, что я могу сказать. Это была библиотека. Книг тут не так уж и много, но в любом случае они здесь есть. Их тут несколько сотен. Возможно, раньше было больше, но мы с вами этого уже никогда не узнаем. Опять у нас заросшие стенды с надписью «Информация». И мы подходим к какому-то следующему дому. Мусорные баки забиты мусором. Это как-то не очень хорошо. Так, какой-то следующий домик у нас. У нас здесь никаких табличек нету. Ну, как я и думал, естественно, все закрыто. Заколоченные двери. Видимо, раньше они были открытыми. Судя по всему, кто-то, походу, в последнее время присматривает за этими местами. Всякие выбитые окна загораживают, двери заколачивают. Так просто не проберешься в эти корпуса. Вот эта аллея, заросшая с доисторическими лавками. Это круто. И тут у нас есть какая-то дверь, которая еще недавно, как мы видим, была раздолбана. Вписана частная собственность, и все заколочено, переколочено. Да, к сожалению, вовнутрь. Походу, мы здесь не заберемся. Смотрите, там машина какая-то стоит. Короче, явно не один я здесь вышиваюсь. Несколько машин на территории, все закрыто. На всех дверях колючая проволока. Сверху все заколочено. Невероятно обидно то, что, конечно, нам не удастся проникнуть в остальные корпуса. Ну ладно, что же делать. Так вот бывает. Ну что, так как терять, собственно говоря, нам уже особо нечего, теперь можно сходить вот к этому вот зданию. И уж если тут будет охранник, то черт с ним. Выгонит так выгонит. Снегоход. Куча мусора какого-то в лодке. Матрос-спасатель. Часы работы с 8.30 до 15. Прокат лодок. Прокат лодок здесь был, прикиньте. Видимо, с тех пор еще эта лодка тут так и валяется. МОТОЦИКЛ 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 Но в любом случае, я думаю, сегодняшний выпуск вам был интересен, потому что в парочке домов мы все-таки, вопреки всему, побывали. И на этом все. Опять начинается дождик и нужно 100 километров ехать обратно до Ярославля. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и увидимся в очередных заброшенных местах нашей необъятной страны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok